Вирус иммунного дефицита человека – это инфекционное заболевание, которое поражает иммунную систему организма и передается контактным путем, либо через кровь. Именно поэтому знание ВИЧ-статуса важно для сохранения как собственного здоровья, так и здоровья окружающих. Своевременное выявление ВИЧ позволяет вовремя начать лечение, которое, к слову, является абсолютно бесплатным. На самом деле ВИЧ не приговор. Уже в течение последнего десятилетия наука, как говорится, не стоит на месте. И изобретены такие препараты, которые не просто продлевают жизнь, а качество жизни сохраняется такое же, как было до заболевания. По проекту «Тест для победы. Помощь рядом» мобильные медицинские бригады выезжают в разные точки региона. Жители Ульяновской области смогут пройти анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ в передвижном пункте тестирования, а также получить консультацию психолога и специалиста по вопросам инфекции. Проект реализуется на средства президентского гранта и проводится периодически с 2017 года. В эту поездку у нас запланировано три выезда. Сначала в Ульяновск, потом в Димитровград и в последовательности опять в Ульяновск. Мы вернемся. Поучаствовать в акции вызвались и волонтеры организации «Зорро». У Данила Кузнецова сегодня первый рабочий день, однако настроен парень решительно и планирует привлечь как можно больше граждан. Я работаю за идею. Хочется сделать полезное для себя, для общественности и страны. Моя задача заключается в том, чтобы привлекать людей к этой проблеме, способом раздачи листовок и общения напрямую с людьми. Порой съемки – это не только часть работы, но и отличная возможность проверить свое здоровье. Этим я сейчас и займусь. Тестирование представляет собой сдачу крови из пальца. Образец анализируют моментально, поэтому забрать результат можно уже через 10 минут. Последний день работы пункта тестирования в Ульяновске пройдет 19 апреля с 11 до 15 часов по адресу улица Промышленная, 54. Получить информацию о ВИЧ-инфекции и узнать о плане следующих выездных акций любой желающий может в Центре СПИД, а также в официальных группах организации в социальных сетях.